слава украине привет всем от полонского очередное преступление расистов на этот раз херсонской области но это что первый раз уже расисты мстят херсону мстят херсонской области за то что херсон вышвырнул чертовой матери русский мир смрад вот этот вот вонь вот эту русскую и оставил к сожалению пока на правом берегу днепра ой на левом берегу днепра а вот сам херсон береслав свободно вот чему я веду вчера по береславу был по городу не по области не по району вокруг не по полям где теоретически могут быть в ссу конкретно по городу был нанесен удар солнцепёком это оружие массового поражения тут о какой-то избирательности о каком-то чувстве мире вообще речь не идет еще раз повторюсь это речь идет о населенном пункте о городке береслав находящемся на херсонском правобережье с левого берега был нанесен удар четко по мирняку четко там ну блин там до войны было тысяч 15 населения не знаю это может 30 сейчас осталось там две-три тысячи людей вот по ним и лупанули кстати там погибли в том числе и два французских волонтера сейчас расширство конечно будут писать что это наемники и так далее нет в херсон и херсонской области работают многочисленные волонтерские организации например американцев которые там работают я лично знаю вот они они привозят что они привозят нет не не вооружение не дроны нет не боеприпасы они возят продукты и насколько я знаю насколько мне я хорошо в курсе материала что очень многие херсонцы но я бы не сказал что выживают только за счет этих вот продуктов но это изрядное подспорье к их столу поверьте мне сейчас в херсоне вот эти продукты которые туда возят иностранные волонтеры они мягко говоря не 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 лишние мягко говоря да вот двоих парней убило которые их возили вот как раз в этом переславе дальше сегодня по херсону по центру города это чтобы понимали район центрального рынка ну так плюс-минус прилет по моему это было фаб 250 или что-то типа этого авиабомба зачем они запускали по городу понимаете во первых российские авиабомбы вот эти крылатые они чтоб сказать они не не точно это мягко говоря и они сколько раз пытались по нашему плацдарму возле антоновского моста попасть ни разу не попали попали куда угодно по крынкам кидались кидались ну пока им самолеты не позбивали вот и сейчас продолжают кидаться она куда-то летит не туда вот то есть у их авиабомбы скажем так приблизительно в направлении летят вот но не более того да и чем с большего расстояния ты его запускаешь тем более неточно она становится вот это красота самая ситуация как было сегодня днем в херсоне вот они запустили и собственно утром точнее не днем и она полетела в сторону города без какой-либо цели и попала попала в жилой дом там трехэтажка верхний этаж вообще сняла полностью от него ничего не осталось дом завалился все все дома вокруг разбиты расисты счастливы да вот какой смысл запускать авиабомбу в сторону города зная что у нее скажем так плюс-минус километр попадание да это это вообще не точно это он летит куда-то туда куда туда он не может сказать куда она попадет если они его запускают по городу эта цель только одна месть месть херсону за то что вот эту отрыжку русского мира он оттуда крышнул то что вот за год оккупанты находясь в херсоне не нашли людей но нашли там три процента в этих ренегатов которые всегда ждуны сидели ждали русский мир куда сбежали вместе с расистами дернули деру дали вот но весь остальной город нормальные люди с нормальными светлыми глазами с умными вот этим людям то им стили потому что они не похожи на население расистского рейха потому что они не хотят жить в грязи в болоте русского мира и вот они отомстили сначала береславу а сегодня херсону в херсоне я знаю там слава богу эти дома были полупустыми там центр там не так много людей жила в свое время вот там одноэтажные ну хотя не в этих шанхай чеках стареньких там людей прилично было но сейчас все повыезжали знаете сколько херсонцев сейчас в киеве во львове и так далее так далее ой 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 полки его это херсон сейчас вот и попали попали по центру значит разрушение там домов 15 наверное разбила так это точно в различной степени понятно пожилую женщину там оглушила другую там бабушку лет 80 забрала скорая парня 17 лет шибанула ну вот так вот собственно говоря вот таким вот образом россия действует то есть видите свои неудачи на фронте то что наши утилизируют огромное количество их него лишнего состава они вымещают эту свою звериную злобу которая в них идет со средних веков еще идет после момента когда московиты появились туда плесень только появилась вот они вымещают на гражданском населении на гражданских жителях херсона и херсонской области нам скажу одно что тоже такая же точно тактика была у гитлера абсолютно один в один сорок четвертом сорок пятом годах когда вместо только вместо херсона тогда был лондон и вместо харькова кстати харьков то же самое был тогда лондон и они гасили этими фау-1 фау-2 куда попало лишь бы в направлении лондона лишь бы запугать лишь бы нанести наибольший ущерб и как это помогло гитлеру первому гитлеру первой версии пуша 2 гитлеру 1 и 0 но все помнят гитлера 2 и 0 ожидает такая же судьба я выбрал все атака а 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